Привет всем из Турции! Мы путешествуем по Турции на машине. Кто смотрел мои выпуски, все об этом все знают. И сейчас мы едем в Бодру. Мы проехали уже больше тысячи километров по Турции. И сейчас самое время рассказать о плюсах и минусах путешествия на машине по Турции. Мы ездим 10 дней по Турции и ни разу не платили за дороги. Мы иногда даже не понимаем, по какой дороге мы едем, поплатно или нет. Как правильно заплатить за дороги и как не попасть на штраф. Об этом я вам сейчас расскажу. В Турции работает система ХГС, что в переводе означает «быстрая система оплаты за проезд». Нужно купить стикер, приклеить его на лобовое стекло. Есть еще встречная часть, которая хранится у водителя. Но в общем почти как везде. Мы спрашивали этот стикер на заправках, в пунктах оплаты по дороге следования. Но выяснилось, что по факту продается он только на почте. Это неудобно и это минус. У вас есть 2 недели на то, чтобы зарегистрироваться в системе ХГС или покинуть Турцию без штрафа. И это плюс. Оплату мостов и тоннелей можно произвести без регистрации по карте или на лоб. Проверить сумму задолженности можно здесь. А на этом сайте можно попытаться оплатить эту задолженность, если получится. Если нет, придется платить на границе. Так, это бодро. К сожалению, мы не идем купаться, мы идем на почту. На улице дикая жара. Идти нам по навигатору 30 минут. Пока мы идем, я расскажу о некоторых особенностях ПДД в Турции. В наше непростое время многие хотят переехать в другие страны. Чтобы релацироваться в Болгарии, вам необходим опытный юрист. Знакомьтесь, Славея Димитрова, болгарский юрист в области миграционного права и болгарского гражданства. Славея – отличный юрист, с большой практикой 10 лет. Это честный и порядочный человек. Если вам нужно ВНЖ, ДВЖ, ПМЖ и болгарский паспорт, обращайтесь. Проверено на личном опыте. Говорит на русском и английском. Координаты на экране и под этим видео. Скоростной режим почти не отличается от европейского. В машине положено иметь два знака аварийной остановки, обнетушитель и аптечку. Если нет – штраф. Использование радаров на территории Турции запрещено. Штраф почти 400 евро. А устройство конфискуется по решению суда. Допустимый уровень алкоголя в крови 0,5 промилле. О парковке я вам расскажу отдельно. Размер штрафов обсуждать не буду. Реальные цифры обычно отличаются от интернета. Наконец мы добрались до почты, но она оказалась закрыта. И мы ждали еще полчаса. Взяли номер. Вот такая бумажка, называется Хигесе. Вот тут алкета. Сейчас будем заполнять. Народа довольно много на почте. Но все идут по очереди. Сидим. Ну, все довольно пока быстро. Еще три человека. Перебывается паспорт и провал. И анкета. Техпаспорт на машине. На почте мы заплатили 65 лир за стикер и 75 депозит. Стикер наш выглядит вот так. Он совершенно не похож на то, что показывают в интернете. Как и цены, которые мы заплатили, совершенно не соответствуют тому, что пишут. Чтобы закончить тему ХГС, размещаю сайт, которым вы можете пользоваться после регистрации. Все ссылки будут в описании к видео. Ну, а теперь немного о парковках. В маленьких городах или в больших, в центре вы бесплатно не запаркуйтесь. Платные паркинги называются «Отопарк», и их еще нужно найти. Мы пытались решить эту проблему, бронируя отели в центре, с паркингами. Но в Турции этот вариант не работает. И ваша машина окажется на улице на обучении дороги. Вот такой паркинг был напротив нашего отеля в Чинокале. Но мы на нем стоять не могли. Такой маленький паркинг был в пятизвездочном отеле в Бодруме, Мандарин. Но паркинг был переполнен, и наш автомобиль стоял в другом месте. А вот такой курс Леры был на момент нашего пребывания. А это, пожалуй, единственный бесплатный паркинг около пляжа в Кушедосы. В достопримечательности все паркинги платные. Но плюс в том, что вы сможете припарковаться. Но, как вы знаете, проблема с паркингами есть везде. И это нас не удивило. В целом, путешествовать по Турции на машине очень приятно и безопасно. Есть плюсы, о которых я говорю в каждом видео. Это качественные ровные дороги, отличная инфраструктура, много заправок, туалеты. Да, вот так. В Турции на заправках уже есть Starbucks. Если нет кофейного автомата, есть вот такой кофе. Я застряю на это внимание, потому что мы готовились к отсутствию кофе в Турции. Но здесь все есть. На этом я хочу закончить это видео. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Обязательно отвечу. А вот и бонус. На этой заправке очень хорошо видны цены на бензин. И это где-то 1,5 евро. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем видео. Кстати, следующее видео будет об Одруме. Пока-пока. Пока-пока.